Да, друзья, вы под прошлым видео абсолютно правильно сказали, что есть такая штука, как закон Ома. Но я сознательно опустил эти вещи, поскольку они достаточно сложны для понимания в первую очередь. Как вообще контролируется только зарядка? Она... Вот у нас на аккумуляторе есть какое-то напряжение, скажем, 15 вольт. И зарядка подает напряжение выше, чем вот это напряжение, скажем, ну, не знаю, на 1 вольт, на 1,5 вольта, в зависимости от того, какой ток вы хотите выставить. Поэтому у нас здесь больше потенциала, здесь меньше потенциала, и ток идет сюда. Да, сопротивление в нашем случае очень-очень низкое, ну, скажем, там 0,1 Ом. И у нас получаются вот эти вот напряжения на разном уровне, да. Вот здесь зарядное напряжение, здесь в вольтах и здесь в вольтах. Здесь, скажем, у нас 15 вольт, здесь у нас, скажем, 16 вольт. Если у нас здесь получается 1 вольт разницы, то у нас получается... Получается 1 делить на 0,1, это у нас 10 ампер ток получается. Чтобы компенсировать вот это сопротивление, чтобы ток все еще был чуть-чуть выше держит напряжение, чем на аккумуляторе, потихоньку его подтягивает, подтягивает, подтягивает до 16,8 и потом отрубается. Теперь, почему у нас с вами нет здесь именно фаз, чачка? Суть заключается в том, что у нас зарядка в конце подает какое-то напряжение, какой-то ток. Ну, скажем, там 0,1 ампер. И он распределяется по всем этим примерно одинаково, то есть везде ток у нас одинаковый. Но если у нас здесь уже 4,19, скажем, а здесь, например, 4,05, а здесь 4,15, то понятное дело, что если мы продолжим в этом духе, то это напряжение будет подниматься еще выше и выше, в то время как вот здесь оно не будет заряжено до конца. Что здесь, значит, делается? Как это происходит? Опять же, я не специалист, в комментариях эксперты поправят, но суть заключается в том, что вы начинаете вот это вот напряжение этой ячейки шунтировать на землю через какой-то там резистор и отправляете на землю. Соответственно, у нас с вами получается такое мини-короткое замыкание, когда вы подаете энергию вот сюда. С этой ячейки оно отводится обратно через резистор на землю, то есть уходит обратно в тепло. В то время как вот эти вот заряжаются, продолжают в своем духе. Потом, когда вот этот вот закончил заряжаться, когда здесь стало 4,19, опять же, напряжение с него начало отводиться вниз. Вот эта ячейка подросла, но эти ячейки опять опустились, 4,16 стали, 4,17. Зарядка поднимает ток опять до 0,2 А, например, и так далее, и начинает подзаряжать их все сразу, отключая, например, балансировку, и идут напрямую ток на все ячейки. Потом какая-то из них зарядилась, и опять она открывает, и опять начинает быть замкнута на землю. Вот так происходит балансировка в целом на старых аккумуляторах, где у вас по большому счету все, что вы используете, идет туда, а то, что не нужно, обратно уходит в тепло. Но эта зарядка так себе, и эти резисторы, которые на плате, они имеют какой-то определенный лимит, после которого они просто сгорят, потому что температура достаточно большая, энергии достаточно много выделяется. В целом вариант, в принципе, рабочий, как видно, зарядки предыдущего поколения вы заряжали. Вроде как и достаточно неплохо, но есть свои минусы. Например, ток балансировки очень низкий, очень долго может занимать балансировку, если у вас большой разбаланс банки, одна, 4,19, а другая там 3,7, то начинается вот из-за этого огромного, огромной разницы, вы медленным током будете догонять вот эту банку, а эту шунтировать на землю, и поэтому вы будете очень медленно ее поднимать, до тех пор это может продолжаться часами просеждать. В то время есть современные зарядки, которые немножко упростили процесс балансировки и сделали его в много раз быстрее. Как это происходит? Опять же, у нас три ячейки, у каждого напряжения разное. Одна 4,19, другая 4,05, потом другая 3,4,15. Что происходит? Ну, во-первых, в целом напряжение подается не с помощью больших резисторов, а с помощью импульсного стабилизатора напряжения. То есть он, в принципе, подает его без того, чтобы нагреваться. Это уже большой плюс, зарядки становятся меньше и требуют меньше охлаждения. Кроме того, в данном случае у нас банки просто напрямую друг в друга начинают переливать. Но переливает это хитрым образом. Там как-то это все замкнуло друг с другом, так, чтобы вы могли из каждой ячейки в другую перелить. То есть если у вас здесь 4,19, а здесь 4,15, здесь 4,05, то значит, скорее всего, вот эта ячейка самая заряженная. Зарядка начинает через импульсный преобразователь перерывать энергию вот в эту ячейку, до тех пор, пока они, скажем, не уравняются, предположим. Да, получается здесь 4, приблизительно 4,1, здесь 4,1. Получается у нас теперь вот эта самая заряженная ячейка. Потом начинает переливать вот эти заряженные ячейки вот в эти две. И так далее, до тех пор, пока это все не прекратится. Через импульсные вот эти стабилизаторы ток, проходящий, может быть действительно высоким, без того, чтобы они нагревались. Поэтому у нас ток балансировки на таких зарядках может доходить до 1 А. Мы сейчас не говорим о том промежутке, когда у нас именно в конце вот эта балансировка идет очень низким током. Мы говорим про балансировку в целом. Такая балансировка продолжается на протяжении всего цикла. Если какая-то ячейка начинает заряжаться быстрее, чем другая, зарядка это видит, начинает быстренько хоп-хоп-хоп перекачивать энергию. Особенно в последних этапах она начинает действительно выравнивать банки как можно ближе к друг другу. И происходит это очень быстро, именно за счет того, что там используются не какие-то старые устаревшие резисторы, которые греются, а они просто переливают реальную энергию из одной банки в другую. За счет этого повышается скорость балансировки, повышается ее ток. Но тут нужны, конечно, более современные микроконтроллеры, которые действительно это все могут. Поэтому в современных именно зарядках используются токомент балансировки, но тоже не всегда смотрите описание. Теперь поговорим о том, какими токами заряжать, как заряжать, где заряжать и так далее. Обычно на зарядках указана их номинальная мощность. То есть вот на этом, например, зарядки 80 Вт, здесь указано 200 Вт и так далее. На большинстве зарядках, типа как ASDT, не пишут в амперах, сколько эта зарядка может выдать. А почему не пишут, сейчас расскажу. Очень часто это говорят именно про зарядки типа IMAX B6, которые изначально рассчитаны, по-моему, на 60 или на 50, на 50 Вт, по-моему, 50 Вт. И люди спрашивают, я выбираю в меню там 5 Ампер зарядки, но почему-то он заряжает током только 3-3,5 Ампера. Почему это происходит? Смотрите, друзья, опять же, это все упирается именно в мощность. Эта мощность зависит от того, как он может быстро перерабатывать энергию из нового напряжения в другое. И как вообще мощность, это у нас сила тока. И если у нас напряжение 16 Вт, то нам нужно, получается, 50 разделить на 16. 3, 125. Это ваш максимальный ток, при котором у вас будет 50 Вт. Но это если вы заряжаете 4С аккумулятора. Если вы заряжаете, например, 5С аккумуляторов, у которых максимальное напряжение, там, что-то в районе 21 Вольта, то ближе к концу зарядки это будет вот так. 50, мы делим на 21. Получается 2,38 Амперово будет ваш максимальный ток в конце зарядки. Также люди спрашивают, почему в разные этапы зарядки разный ток. Ближе к концу он становится меньше. В начале аккумулятора 4С, например, имеет напряжение в районе 14 Вольт. Это у нас ток заряда, получается, в начальные этапы может доходить до почти 3,6 Амперово. Что, в принципе, на практике тоже верно. А когда у нас аккумулятор практически заряжен, у нас получается 16,8 Вольт, получается, ток заряда опускается до 2,97 Вольт. Вот и получается, что даже у нас при одинаковой мощности, но при разном напряжении, ток максимальной зарядки будет разным. Если вы будете заряжать аккумуляторы 3С, зарядка на 50 Вт, то 50 делить на 12, это будет 4,16 приблизительно Ампер. Если вы будете заряжать 2С аккумулятора, то там зарядка выйдет на свои обещанные 5 Ампер и выше. Поскольку у нас зарядки ASD более-менее сделаны для людей, то они сразу пишут максимальный ток, который вы будете достигать. Эта зарядка тут написано 8 Ампер. Что это значит? Что во всех режимах, то есть от 1 до 6С, зарядка принимает до 6С, везде вы будете получать одинаковый ток, 8 Ампер. Но 8 Ампер, к сожалению, будет и на нижних режимах тоже. То есть, если вы, например, берете на 16 В, умножаете на 8 Ампер, это всего лишь 128 Вт. Но зарядка больше, к сожалению, не даст. У нее вот такой вот лимит. То есть 8 Ампер, но на всех режимах, это гораздо удобнее, чем высчитывать, сколько Ампер она может выдать. Кроме того, на верхних режимах, например, некоторые зарядки не могут выйти на свою максимальную мощность, особенно крупные зарядки от ASDT, потому что им нужно немножко другое питание. Они питаются, по-моему, от 9 до 30 В напряжением. И если вы подаете 12 В, то они смогут выдать только там что-то в районе 120-130 В, иногда даже меньше. Если вы хотите использовать полностью мощность, вам нужен либо блок питания от ноутбука, какой-то достаточно крупный мощный, который выдает больше, чем 12, а лучше 24 В. Итак, что такое параллельная зарядка? Это тогда, когда вы подключаете больше, чем один аккумулятор в один порт. При таком раскладе аккумулятор заряжается. На самом деле, вполне неплохо, и здесь, на самом деле, сплошные плюсы, кроме опасности что-то перепутать. Первым наперем вы замеряете напряжение на ячейках. 3С аккумулятор 11,5. 11,1. Хорошо. 10,7. Хорошо. Вот, получается, у нас есть 3 аккумулятора, которые следует зарядить. Вам нужно ставить аккумуляторы с нижнего в верхний диапазон, и разница должна быть не больше полувольта на всей ячейке. То есть, в данном случае, у нас это правило соблюдено. Мы можем ставить их все вместе. Если у вас одна ячейка будет 10 В, а вторая 11,5, то огромная, на самом деле, разница между напряжениями на них, и большее напряжение будет начинать действовать на меньшее напряжение. То есть, ток будет переходить из большего напряжения в меньшее, причем все с достаточно большой скоростью. И в таком случае, ну, та, которая разряжается, батарейка, которая более бы заряжена, с ней ничего не будет. Это ее стандартный режим. Но вот та батарейка, в которую это заряжается, она не рассчитана на такие огромные токи, потому что, когда если вы подключаете большие гоночные аккумуляторы и там большой разброс напряжения, эти аккумуляторы могут выдавать там 100 Ампер, 50 Ампер на такое... И, естественно, аккумулятор второй, который не предназначен для этого, может от этого спухнуть, загореться, пойти из него дым и так далее. Но в данном случае у нас с вами достаточно близко друг к другу напряжение, и это мы сейчас можем посмотреть. Первонаперво втыкается балансировочный разъем, потом основной, потом балансировочный разъем, основной, потом балансировочный разъем, основной. Всегда сначала балансир, потом основной, чтобы все банки стабильно работали. А если у вас вот такая платка, на самом деле тут не обязательно вставлять силовой каждый раз. На самом деле силовой нужен только один, по большому счету, потому что дальше все идет по балансировочному разъему так и так, и будут заряжаться вот эти баночки, но только исключительно по балансировочному разъему. Поэтому вставляем сначала балансировочный разъем. Сразу видно, что зарядка определила наше напряжение, теперь вставляем силовой разъем, чтобы зарядка могла по нему заряжать. Теперь с самого нижнего начали, идем к следующему. Если у вас не больше, чем 0,5 вольт, разница в напряжении. Лучше сначала подзарядить слабый аккумулятор, да, приблизить на то уровень, который здесь. Потом остановить, подсоединить и заново включить, продолжить зарядку. Теперь я включаю более мощный, более заряженный аккумулятор, который на 0,4 вольта выше напряжения. И мы здесь сразу сможем увидеть, как поднимается напряжение на всех банках. 3,6, 3,63, 3,62, 3,63. Они, кроме того, что эта батарейка зарядила немножко вот эту, например, батарейку, так она еще ее немножко отбалансировала. Смотрите, у нас теперь напряжение 3,65 на всех приблизительно. Это, в принципе, хорошо, но я опять же напоминаю, что будьте внимательны, не ставьте батарейки с очень большой разностью. Иначе вот этот переход будет очень быстрый, очень большим током. В данном случае ток у нас был не очень высокий. Как видно, силовые разъемы у двух батарейок у меня висят в воздухе, и только один из них подключен через переходник сюда. После этого мы можем запускать, каким током это все заряжать. Смотрите, у меня это ячейки по 450 миллиампер. И у меня их 3. То есть мы должны их емкость умножить на 3. Равнозначно тому, что если бы мы подключили один аккумулятор вот такой емкость. И аккумулятор такой емкость каким током обычно заряжает? Ну, 1,3-1,5 ампера. То есть примерно 1С. Поэтому я выставляю здесь, скажем, например, 1,3 ампера. И нажимаю старт. И зарядочка пошла. Зарядка идет таким образом достаточно быстро за счет того, что вы заряжаете все 3 аккумулятора одновременно. И учитывая, что ток дается большой достаточно, но распределяется равномерно по всем аккумуляторам, получается, каждый из аккумуляторов вы нагружаете не сильно, но тем не менее током заряжаете высоким. Кроме того, балансировка происходит в таком формате быстрее, потому что у вас есть вот опять же 3 ячейки. И у каждого из них напряжение разное, но тут учитывая, что здесь у каждого из них еще по 2 дополнительных ячейки. И они друг с другом, все друг к дружку балансируют. Поэтому если у вас есть ячейка, которая была с более низким напряжением, смотрите, у меня уже все ячейки сбалансировались в идеале на 3,78. То есть достаточно быстро происходит балансировка, поскольку у вас на каждом канале висит по целых 3 в данном случае ячейки, если вы больше подключаете, еще больше. И даже если одна из каких-то ячейок немножко слабее остальных, ее другие тоже также подтянут. При таком раскладе у вас аккумулятор разряжается в 3 раза быстрее. Если вы раньше за час успеваете зарядить один аккумулятор, может чуть больше, то сейчас вы можете зарядить 6 аккумуляторов, поскольку плата на 6 аккумуляторов. Если вы к ней подключите еще вторую плату, скажем, или третью плату, то вы можете заряжать там, не знаю, 15 аккумуляторов сразу, одной зарядкой, если она достаточно мощности имеет. Причем если заряжать их всех одновременно, все до одинакового напряжения, как бы ваша зарядка не заряжала, хорошо или плохо, точно или не точно, но тем не менее то, что она выдает, то и будет на банках. То есть все аккумы в конце будут с одинаковым напряжением по всем банкам. Последовательная зарядка немножко сложнее в своем обслуживании и сложнее найти на ней переходники. И в настоящее время на самом деле ею пользуются очень немногие люди. Зарядка на обычно 6С или даже 8С, то есть у нее есть 8 выходов под 8 ячеек. Я нарисовал вот таким простым схематическим способом два балансировочных разъема, скажем, как вот такие вот на 2С ячейках слева у нас минус, потом идет плюс первая ячейка и потом плюс вторая ячейка. И выглядит это вот таким образом. Как это нужно совместить? Первая ячейка у нас идет на минус, потом идут банки. Идет сначала первая, потом идет банка вторая. Вот у нас 2С аккумулятора. Это стандартное подключение, когда земля 1С2С. Но в данном случае у нас еще второй аккумулятор. Как он подключается? Он подключается вслед первого, то есть к одному этому выходу подключается и плюс, и минус. То есть они как бы замкнуты, получается. Ко второй подключается 3С, к третьей баночке, к третьему выводу подключается 4С. Получается у нас вот такая схема, где вы можете подключить 4С разъема, 2, 2С аккумулятора, получается, которые будут вот так подключены. Каждую банку вы заряжаете отдельно. Это хорошо, когда у вас много 1С аккумуляторов. Вы можете не заряжать их параллельно, не контролировать напряжение на каждом из них, а можете все втыкать, без разницы, где какое напряжение. Поскольку они друг друга уравнивать не будут, хоть здесь 3 В, хоть здесь 4 В, то есть разницы никакой нет, зарядка будет выравнивать их уже дальше сама. И это будет уже происходить внутри зарядки. Но в целом такой метод сейчас практически, тем не менее, кем не практикуется. Я вам рассказал про него просто, потому что он существует. Некоторые иногда так все-таки заряжают. Теперь где стоит заряжать? У меня есть вот такой липопакет. На самом деле, я здесь очень часто заряжаю. В принципе, неплохая тема. Положили сюда вот так вот зарядку, положили вот так вот здесь аккумулятор, и они, в общем-то, лежат, и никаких проблем не составляют. Да, это, в принципе, неплохо. Есть еще вариант другой. Когда вы кладете, например, в керамическую или глиняную посуду, или какой-то тазик внутрь, чтобы, если у вас загорится... Понимаете, когда у вас, например, загорится аккумулятор, ваша задача не потушить его, а не дать пламени перебраться дальше. Поскольку внутри у нас литий, который реагирует очень бурно с водой, который есть в воздухе, его поливать водой нельзя. Также, если вы прекратите подачу воздуха, ничего не изменится. Литий все равно будет реагировать. И так далее. Поэтому вам ничего трогать не нужно, когда если он загорится, надо просто дать ему загореться, прогореть и не трогать. Больше ничем вы, к сожалению, помочь не можете. Можно использовать также металлическую посуду, если вы уверены, что она выдержит такую высокую температуру, поскольку иногда такие вещи могут, на самом деле, проплавить какой-то тонкий металл и так далее. Еще раз. Кладем куда-нибудь, где безопасно. Всегда заряжаем аккумуляторы. Разряжаем аккумуляторы точно так же. Под присмотром. Всегда, ночь никогда не оставляем. Мало ли что. Если что-то случилось, никогда их не поливаем водой. Ну, и не накрываем полотенце, потому что это обычно никогда не поможет. Если вы заряжаете и чувствуете, что аккумулятор начал греться, то, скорее всего, одна из банок имеет увеличенное внутреннее сопротивление. Если аккумулятор греется во время зарядки даже невысоким током, 1С, это невысокий ток, то с аккумулятором что-то не то, будьте внимательны, проверьте его внутреннее сопротивление, проверьте, какая из банок неплохо работает, и будьте очень внимательны. Когда вы заряжаете аккумуляторы параллельно, я ставлю иногда ток до 10-15 А, то есть, чтобы быстро заряжать все аккумуляторы, особенно, когда тут несколько больших, 6 больших аккумуляторов по 1,6 А, это 9 А общей емкости, их можно спокойно заряжать током 10 А, 12 А и так далее. В данном случае будьте внимательны, чтобы вот эти провода, которые подходят к вашему плате распределения питания, или которые питают основной блок, они для этого пригодны, потому что, на самом деле, вот эти провода уже немножко тонковаты, иногда они немножко нагреваются. Также по поводу вот этих вот разъемов. Бананы имеют свойство иногда со временем начинать хуже входить, плохо держаться. Они могут начать греться, и тогда начнется очень плохо загореться зарядка, или что-то еще вроде того, потому что на больших токах такие штуки могут поплавиться, загореться, перегреться и так далее. Контролируйте температуру на зарядках параллельных особенно. Теперь, что взять? По поводу аккумуляторов. Смотрите, есть много достаточно аккумуляторов, которые переплачивают за свой бренд откровенно, многое со всех сторон пихает рекламы. Такие аккумуляторы, наверное, стоит посмотреть повнимательнее. Небольшое дополнение перед тем, как мы перейдем конкретно к каким-то аккумуляторам и брендам. В данном случае я буду давать советы и рекомендации, исходя из собственного опыта, опыта моих коллег, друзей и так далее. Все это будет ориентировано на мелкие аккумуляторы, в основном для гоночных квадрокоптеров, где бешеные токи и очень жесткие условия эксплуатации. Действительно ли они настолько хороши? Потому что те же, например, AirLine татушные, они хороши в первые несколько циклов, потом они реально достаточно быстро умирают. К сожалению, такого практика, что в последнее время татушки достаточно быстро мрут. Но не всегда, тоже зависит очень сильно от партии. Вторая версия очень хороши. Первая версия была тоже неплохая, лучше, чем обычные 75C. Кроме того, неплохие ячейки аккумуляторы от DroneLab, британская фирма из UK. Хорошие аккумуляторы Evolved, которые хорошо выдают свой ток. Потом еще есть всякие Dinegy, Ultra, Dinegy Graphene, есть всякие Onbo, Gaoneng и так далее. В целом все аккумуляторы неплохие. И смотрите, чтобы на них стояло 80C, 90C. Потому что это самое последнее поколение, где они уже такие цифры пишут. Предыдущее поколение везде писали 60C, 70C. Они тоже хороши. Учитывайте то, насколько вы будете жарить. Максимально дорогие аккумуляторы стоит брать, если вы будете действительно много жарить, если вы будете действительно выжимать из них все соки. Если будете летать больше блинчиков, если будете делать легкий фристайл, самые топовые, самые дорогие аккумуляторы, возможно, вам не нужны. По поводу ZOB Power. Аккумуляторы, да, достаточно дешевые. Да, они достаточно неплохо выглядят. Но не стоит их брать. Они ни разу не показали себя прилично, кроме машинок, где вы, в принципе, не контролируете напряжение. Потому что если бы вы видели, насколько там бесится, и туда-сюда шарахается напряжение, вы бы просто у вас волосы зашевеляетесь. На самом деле она не держит напряжение вообще. Под нагрузкой напряжение сразу проваливается. Ну, например, на автомобилях или там на катерах этого особо не видно. Ячейки с Хоббикинга, в принципе, неплохие. Аккумуляторы, учитывайте то, что нужно брать их подешевле. Потому что там они не самые топовые, но очень часто бывают распродажи. По распродаже вы можете урвать действительно хорошие ячейки, более-менее приличного качества за 10-15 долларов. Гаонэнги, синенькие, которые я пробовал на 80С, пробовал на 110С. Ну, неплохие аккумуляторы, да. Но учитывая, что это нижний целовой диапазон, как бы здесь это все такое. Зоу Пауэр, я сказал, ни в коем случае не брать. Флуорион, который оранжевый аккумулятор. Мне кажется, вот, я не знаю, не уверен, но мне кажется, те же самые Зоу Пауэр, просто по другим брендам. Потому что выглядят они практически так же, за исключением наклейки. И, по-моему, по характеристикам они точно такие же, судя по отзыву. Потом меня спрашивали по чайной Хобби Лайн. Это Си-Эн-Ха-Эль, который аккумулятор. 110С бывает, бывает 100, по-моему, 120С и так далее. В принципе, хорошие ячейки, они недорогие изначально. Но это если вы только берете хорошую партию. Если вы меньше 100 долларов набираете, там доставка что-то жуткая, по-моему, 30 или 40 долларов стоит. Поэтому, ну, такое, на самом деле. Учитывая доставку, тогда стоит, возможно, взять сразу напрямую 10 аккумуляторов и раздать всем, чтобы доставка была бесплатной. Либо, если вы берете, то уже брать другие аккумуляторы. Аккумуляторы ОС Дэй или ОСи Дэй. Ну, такие аккумуляторы, на самом деле, тоже. Я не особый фанат их. Это начальный стартовый пакет, с которого можно начинать. В принципе, они достаточно дешевые, но по качеству они такие тоже. Есть вопросы. Очень сильно плавает качество от партии к партии. Ну, и самые любимые аккумуляторы, которые я советую практически всем, это Infinity аккумуляторы. Аккумуляторы, которые действительно, они, во-первых, хорошо имеют только отдачу, во-вторых, они живут, что самое главное, живут достаточно долго. То есть, в сравнении с какими-то дорогими брендами, они стоят не очень дорого. Аккумуляторы на 1300, по-моему, стоят в районе 24 долларов. Аккумуляторы на 1500 стоят в районе 26-27 долларов. И отдают там 80-90C. В целом, это очень хороший аккумулятор, очень стабильно работает. И, я думаю, оправдывает свою стоимость полностью. По поводу зарядок. Я в последнее время советую не брать AIMAX B6, потому что зарядка действительно, даже оригинальная зарядка, она все еще хорошо работает, но она безнадежно устарела. Возьмите лучше один раз зарядку, но которая современная, которая быстро заряжает, быстро разряжает, имеет различные фишки, примочки и так далее. Вот такие зарядки, они стоят почти столько же. Смотрите, такая зарядка стоит 50 долларов. Вот такая зарядка, чуть поменьше, на 150 ватт, стоит, по-моему, 39, ну, короче, 40 долларов она стоила. AIMAX оригинальный стоит где-то приблизительно 35-40 долларов. То есть, в принципе, те же деньги, но этот, во-первых, в три раза мощнее, намного компактнее и имеет больше функционала немножко. Поэтому я вам советую брать современные зарядки. Есть такие зарядки, есть, например, от SkyRC классные зарядки, есть неплохие зарядки от iCharger, они достаточно мощные. Есть зарядки также от EVPIC или IFPIC, что, в принципе, тоже неплохие зарядки, и я слышал о них неплохие отзывы. Они покрывают тоже зарядки от совсем небольших до очень больших и мощных и, в принципе, имеет хорошую за собой репутацию. Поэтому я все ссылочки обязательно на всякий случай оставлю в описании. Вот такой вот был материал о аккумуляторах и о зарядках. Я думаю, я практически все попытался рассказать. Вроде как все успел. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео, заглядьте в описание. Да, я видел, что в первом видео были допущены некоторые ошибки по поводу того, как именно устроены эти всякие пластины, что там между этими сепараторами и так далее. Но учтем то, что я не академик, который занимается производством ячей, а я просто поделился своим опытом. На этом все. Пока.